Рано, собственно, можно. Дорогие кисловодчане и гости, конечно, большого города, Кисловодска, и я тоже, можно сказать, гость, ну, постоянный гость в течение 13 лет. И наблюдаю необычную картину. Имея у себя дома справочник, я человек любопытный, узнала, где гора солдатка, все выяснила, и забралась, и увидела брошенное кладбище. И с этого момента началась история. Я вошла в инициативную группу, люди старались, с седьмого года боролись. И я стала помогать, как могла. Смотрите, что получается. Я сначала скажу, паспорта, объекта нет. Кто строит листеры, отходят, говорят, из Москвы. Раз нет паспорта, объекта, на стройке находятся турки. Могли бы наши люди, кисловодчане, очень многие у нас и специальности есть, и заработать. Ну вот, вы правильно говорите. Вот какая польза? Вот смотрите. Неместный, скажем, инвестор, да? Хорошо. Неместные строители, да? Неместные строители. Скорее всего, неместные будут покупать здесь квартиры. Вот какая польза? Для кисловодска, города и кисловодчан. То есть налоговой базы практически нет. Нет, да, да, да. Ну, пожалуйста. Это вопрос, да, к администрации города, которые с большим равнодушием, с одной стороны, и с большой заинтересованностью наблюдают, а может и не наблюдают за этой стройкой. Да, не помогают, мне так кажется. Помогают. Вы знаете, это такое кощунство на Погосе, на Погосе, что ли, строить, но полгоры снесли. Здесь полностью экология, во-первых, нарушена. Об этом не раз говорилось. И она будет дальше рушиться. Город на глине все ползет. Вот вчерашний дождь. Есть хороший фильм, и он будет видно на Ютубе. Что творится. Бедные жители 19-го дома наблюдают это несколько лет, куда бы они ни писали. И они слезно просили объединиться с нами, потому что там 27 квартир, не так их много. Вот. И высказали свои пожелания, что они, конечно, все против этой стройки. Сплошной мат стоит. Люди, видно, или с гор спустились. Очень громко говорят, и с 7 часов до полдевятого. Никаких перерывов. То есть закон о тишине не соблюдать? Нет, закона нет. Там очень многие ученые в этом доме живут, врачи. Они какими-то научными работами занимаются. Ну, то есть приехали в тихий, уютный Кисловодск, заняться научной деятельностью. А тут город с тройплощадкой. С тройплощадкой. День и ночь. Стройплощадка по воскресеньям. Ну, и смотрите. Вот вырыли люди. Никто им не воспрепятствовал. Ну, понятно, инициативная группа. И город весь знает. Вы не сомневайтесь, господа, сенаторы, Владимиров, Моисеев. Весь город знает, весь в ужасе. И все смотрят, заинтересованы на эту стройку, что добром это не закончится. Вчерашний дождь показал, насколько сильна сила природы, сила воды и сила земли. И потому, что вода вместо перемешанной землей лилась. И раньше жильцы этой улицы, они пешком ходили в 10-ю школу, которой сейчас нет, через эту горку. И утверждать, что здесь плотная застройка. А здесь никакой плотной застройки. Здесь гора, деревья разных пород. Птички поют. Вы знаете, Людмила Константиновна, ну, я человек тоже возраст. Я поражаюсь вот этому желанию врачей. И вот потом они недоумевают, почему к ним плохо относятся. Ну, человек занимает, люди занимают определенные должности. То есть они должны, наоборот, морализовать нас, обычных граждан. Мало ли нам что в голову ударяет, да, какие-то хотелки, желания. Как и у бизнесменов. Мы простые люди. А власть, она должна соблюдать закон. Но получается все, да наоборот. То есть нарушители закона, в первую очередь, являются местная и краевая власть. То есть нарушает у нас каменводы, я много раз говорил, он самый защищенный законом регион. То есть территория. Так аналогов нет. Законы все есть. Вы возьмите, идите в суд, если кто-то там что-то нарушает, и отбирайте. Так нет. Они не только не отбирают, а наоборот помогают и поощряют. Вот это хищнической застройки города. Я говорю, уже ладно, дошли. Это точная застройка. Это первый признак коррупции. Точная застройка, она вот предполагает. Я хотел бы, чтобы мы остановились, и вы, как человек все-таки из Москвы, приехавший, и здесь приехавший, наверное, как чистый, экологически чистый, курортный, тихий, уютный городок, попадаете вот на эту стройплощадку. Вы скажите, вот ваше отношение, вот это моральная составляющая. Люди-то знают, на что идут. Тот же губернатор, к примеру, тот же мэр города, до этого Курбатов, сейчас Моисеев. Они же понимают, на что идут. Они же позиционируют себя, как христиане, да, как, ну, может быть, не верующие люди, но, по крайней мере, соблюдающие традиции русского народа, христианских народов и так далее. Вот как, на ваш взгляд, ваше мнение? Ну, я считаю, и не только я, здесь очень большое казачество. Вот, завтра будет круг казаков. Мы их познакомим с историей этого уголка прекрасного Кисловодска. Вот, будут очередные письма, ну, конечно, в центре, конечно, в центре, конечно, Путину. И Матвиенко, потому что Матвиенко, будучи в Китае, посетила кладбище героев Форт-Артура. И она там проследилась, как хорошо содержится кладбище. Это, по-моему, четвертый или пятый год прошлого века, да? Да, да. 1905-й. 1905-й год, да, да, война была в Курт-Артуру. Вот, и вы понимаете, на высшие чины государства так трепетно относятся к памяти... Получается, китайцы лучше относятся к памяти русских воинов, чем наша местная и краевая власть относится к русским воинам, которые здесь захоронены. Вы сколько там, по-моему, количество генералов, вы помните эти цифры? 14 генералов, 14 полковников, 14 подполковников, 14 поручиков, 14 подпоручиков. И все по 14? Да, да, да. Два майора и там один хоронжий. В общем, 211 человек. И также тут титулярные советники, два князя. Здесь люди были похоронены, которые несли большой вклад в историю нашего Отечества. Во-первых, были построены школы, были построены госпитали, проложены дороги, сельское хозяйство разводилось. И было включено, весь край был включен в империю российскую для своего развития. Здесь было развитие, здесь никто ничего не разрушал. На пустом месте деревья сажали и строили, возводили. И это же должно быть в памяти взрослых, в памяти детей, и должна память все время сохраняться. Ну, я понимаю, это все... На всяком уровне. Да, вот вы смотрите, вы же понимаете, что как у нас в стране все может зависеть от одного человека, да? И от тех людей, которые имеют очень хороший рычаг, это власть. То есть можно же сделать добро, можно соблюдать морально-этические нормы в управлении территорией, да? У тебя все дается на это. У тебя еще есть масса законов, чтобы, например, вот это кощунство, которое не происходило в маленьком этом городке курортном, Кисловодске, да? Я хотел бы, чтобы вы все-таки вот на этой части остановились. Кощунство, да. Оглумление, кощунство над могилами. Но это, можно сказать, неслыханный геноцид. Потому что, по-моему, наверное, территории России такого нет, чтобы в гору снести и вместе с могилами всех выбросить. И главное, они же не просто сносили, они их разоряли. Там было много золота. И живы, наверное, еще люди эти, которые воровали, и кто командовал, и кто отдавал распоряжение. Ведь нет справки об эксгумации. Вообще нет справок таких. Вот. А вот, кстати, сейчас Мария Степановна сказала, что этот строитель из Турции сказал, что якобы они тоже раскопали могилу. А куда они изгумировали, это ясно? Они никуда не изгумировали, они вот в углу слева при входе сказали, что сложили эти кости. То есть городским властьям надо все-таки сделать? Да, городским властьям. Или, по крайней мере, застройщику, если такая вот. Нет, должны приехать и все по порядку, там, с полицией, описать это все. И, как бы, музею сообщить краеведческому обязательно. Я говорю еще раз тому подтверждение. Что здесь было. Да, хотя утверждают, что здесь была фабрика обувная, и поэтому уже все было снесено. Нет, сам погос не трогали. То есть, может быть, могилы где-то были убраны, расчищали территорию. Бог с ним эти в советские времена, которые были. Часть территории. Да, часть территории. Но все это как бы сохранялось. То есть, не ковыряли ковшами тут ничего не было. А сейчас, когда, я говорю, закон принят, когда, ну, условно говоря, многие люди вернулись в религию, понимают значение того же, тех же десяти заповедей, да. И вот руководители и аффилированные с ними бизнесменами так-то чувственно ведут себя. Да, в той же Турции, просто мне рассказывали местные, к нашим памятникам относятся очень трепетно, и никто их не разоряет памятникам 19 века, и не только 20-го. Так что здесь многие люди вернулись из Турции, здесь живут, работают. Как бы можно проследить вот эту цепочку, что во всем мире сохраняются памятники в городе Кисловодске. Это прям, знаете, как, я считаю, что это черная метка Кисловодска, и надо срочно какие-то предпринимать действия, чтобы вот это страшное ушло. Вы знаете, я даже называю так, это скверно зашла в наш город. Это бесноватый. Ну, сатанизм, да. Сатанизм в чистом виде, там обижаются, может быть, это сознательно, не бессознательно, но происходит то, что происходит. Я всегда говорю, богом поцелованного места, то есть под землей у нас вот такой вот природный источник, который дает возможность излечиваться, поправлять здоровье. И так сверху на него загадить все. Мы знаем, каждая стройка – это экологическая бомба, ядерная бомба. Каждая стройка. Почему в советские времена, в середине 80-х годов, уже были генпланы и разработаны были схемы, и отказались от новых строительств вообще, тем более там высотных домов. Все, спасибо вам большое. Я еще хотела добавить, наверху солдатки находятся три каменных ванны, где раньше солдаты мыли ноги, и в Нарзане, именно Нарзан уже был наверху гарой, а потом постепенно, конечно, он ушел. И Нарзан здесь недалеко находится, 100 метров, и поэтому каменного ресурсы запретили здесь вообще стройку. Документы есть, но стараются его не замечать. Ну, я говорю, исключительно коррупционная схема, задействованы высокие руководители, видно, не знаю, по доброте души, по благородству какому-то, их, для них, понятных, коммерсантов. Ну, как же, вот он же купил, как так можно там отобрать, отдать? А если со мной такое произойдет? Они же логику свою держат, торгашескую? А если у меня отберут? А если этот? Это как? Это я что, помогать буду, чтобы человек там деньги вкладывал, а потом у него забрать? Не говорят законно-незаконно, такое слово вообще не используется. И в настоящее время никто нам не дает сведения, какая все-таки площадь занята под строительство дома. Это табу, все прячут, никакого кадастра нам не дают. И вот здесь нужна прокуратура, вам могут не дать. А вот прокуратура... Обращались. Ну вот обращались, и опять идет дифференциация. Был Ряхин, вопросы поднимались, активно решались. Пришел новый по фамилии Степанов из Ставрополя, тоже делегат в управление. И, соответственно, вся работа прокуратуры перевернулась в другую сторону. В другую сторону, да. Вот мы можем только сожалеть об этом. Очень много зависит от прокуратуры. Очень много. А в данном случае преступление, это может быть насилие, и Следственный комитет должен заниматься. Да, только Следственный комитет, и только Бастрыкин. Но вы написали, я так знаю. Да, мы написали, все, будем ждать ответ. И скажите еще, общественная палата опять приедет? Да, общественная палата собирается приедет. То есть первая поездка оказалась неэффективной? Неэффективной, да, да, да. Они вчера в разговоре, они собираются, когда мы не знаем. Но поднимаются вопросы определенные и решаем. А! И вот в заключении этого репортажа хочу показать состояние вот этой лестницы, которая на это кладбище ведет. Кладбище, которое признан культурным наследием. Хорошо вам видно? Вот такое состояние. И таких мест в городе очень много. Надо чаще мэрии ходить по, не только по курортному бульвару, а по тем местам, даже которые признали уже культурным наследием. Вот я иду по культурному наследию. Ужас какой-то. И вот вышли на детскую площадку. Кладбище признанное культурным наследием. До новых встреч, друзья, из Кисловодска.